Привет, агенты! На связи ТиДжей, а это значит, что вы на канале Рейдап. Ура, народ! Нас полторы тысячи! Пользуясь моментом, хочу поблагодарить каждого, кто поддержал наш канал подпиской. Вы даже не представляете, как нам приятна ваша активность. Кстати, не забывайте о розыгрыше по этому случаю. На днях выйдет видео, где мы всё подробно расскажем. Ну а сейчас давайте окунёмся в новый перевод видео от ProGuyz. Сегодня мы узнаем пару полезных советов от Pro-игроков, чтобы улучшить ваш АИМ. Одним из первых и наиболее важных шагов к улучшению вашего АИМа является создание хорошей программы тренировок и разминки, которые не только оточат ваши игровые навыки прицеливания, но и подготовят вас к восхождению по рангу. Здесь всё, как и в любом спорте. Чем больше вы тренируетесь, тем лучше ваш результат, при этом соблюдая баланс между реальной жизнью и игровой практикой. На мой взгляд, хороший тренировочный распорядок для среднего игрока будет выглядеть следующим образом. Перед игрой вы идёте разминаться, тренируя один из таких аспектов прицеливания, как время реакции, тренировка по зрительно-моторной координации или часик в дэдматче. Вот вы размялись и сыграли в дэдматч, теперь время сходить в обычную игру, и только после этого идём в ранговые. Но прежде чем мы продолжим, у нас традиционно вопрос дня. С какой сенсой вы обычно играете? Лично я играю с низкой сенсой, это позволяет мне лучше целиться. А свои варианты вы можете оставлять внизу в комментариях. Совет номер два. Наш второй совет – это удержание и стрельба из-за угла. Это стратегия позиционирования на карте. И когда вы научитесь использовать эту стратегию, вы значительно улучшите навыки своей игры. Вы должны стараться избегать открытых участков карты и держаться рядом с углом или стеной. Тем самым вы ограничиваете обзор и свой хитбокс для врага. Также это отличный способ избежать урон. Например, вы удерживаете плент, и его рашит сразу несколько противников. С помощью этой техники вы не будете открыты для всех врагов. Думаю, тут всё понятно. Чтобы правильно овладеть этой техникой, потребуется время. Лучший способ натренировать этот навык – просто в каждой игре стараться держаться возле укрытий. Да, это банально, но спасёт вашу жизнь не один раз. Передвигаться по карте подобным образом также профитно. Вы меньше светитесь на карте, у ваших врагов меньше инфы, и тогда вы сможете неприятно их удивить, выскочив из-за укрытия. Кстати, агенты, не стойте в одном укрытии слишком долго, и старайтесь менять свою позицию. Третий совет. Научитесь контролировать отдачу оружия. Да, вроде бы банальная тема, но многие игроки игнорируют этот навык, в результате чего они умирают, не успев моргнуть. Так что, если вы хотите улучшить свою стрельбу, этот аспект нужно натренировать. Но также важно понимать, что не всегда нужно стрелять спреем, а в некоторых случаях лучше стрелять короткими очередями. Лучший способ понять отдачу каждого оружия – это стрельба по манекенам. Ну и, конечно же, Deathmatch. Наш четвертый совет касается правильного удержания и наведения прицела. Опять же, вроде банальная вещь, однако многие неопытные игроки часто держат прицел на уровне ног. А так делать не стоит. Ваш прицел должен быть на уровне вражеской тыквы. Ээээ... головы. Также нужно уметь держать прицел в том месте, где потенциально может оказаться ваш враг с небольшим упреждением. Общая концепция довольно проста. Быстрее увидел, быстрее убил. Ну, если, конечно, вы держите прицел правильно. Ну, теперь-то вы это знаете, не так ли? Как и остальные навыки, этот навык требует тренировки, так что не ленитесь и будете вознаграждены. Пятый совет – это наведение и стрельба. Как и в любых FPS играх, это самый полезный навык, без которого никуда. Да, мы прям капитан очевидность, но опять же, у многих игроков с этим явная проблема. Моя личная рекомендация – это скачать и COVAX Aim Trainer. Это позволит оточить эти навыки. Если вы не хотите тратить на него деньги, то есть множество бесплатных альтернатив. Следующий совет заключается в снижении сенсы на мышке. Эта рекомендация основывается на многолетнем опыте многих проигроков в жанре FPS. Проигроки, у которых возникают проблемы с наведением прицела в игре, как правило, снижают сенсу на мышке, чтобы улучшить ситуацию. И мы рекомендуем вам поступить точно так же. При снижении чувствительности вы будете целиться с помощью всей руки, а не просто запястьем, так что это полезно еще и для вашего тела. И последний совет на сегодня, чтобы улучшить свой АИМ. Держите мышку правильно. Есть несколько способов держать мышку правильно, которые про гайц приводит дальше. Но мы советуем не заморачиваться. Просто старайтесь держать мышку так, чтобы было удобно в вашей руке. Ну что, агенты? На этом видео подходит к концу. Надеюсь, вы почерпнули для себя что-то новое. Если видео понравилось, поддержи канал лайком. Также оставляйте свое мнение и пожелания в комментариях под роликом. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok